Что я хотел бы сказать. На мой взгляд, в последние годы законодательное собрание превратилось в последние пять лет. Такой департамент областной администрации по написанию тех законов, которые вносит губернатор. Ну, с одной стороны, кто-то скажет, а разве это плохо? Такой единодушие, единогласие, нет каких-то там, так сказать, сложностей в отношениях. Я скажу, что это, на мой взгляд, это плохо. Орлова задавила всех. Общественная жизнь во Владимирской области практически исчезла за эти последние годы. Я уж не говорю там о председании законодательного собрания, который все время подменял очень хохлово. Мы когда-то обедали вместе. Вот мы сидели на обеде и обсуждали продолжение законодательного собрания. Потом приходили, продолжали законодательного собрания. Мы были дружны. У нас были выездные какие-то, да, хорошая тема, выездные заседания, они против. Мы собирались вместе. Мы спортом вместе занимались. У нас были выезды, да, как депутатов, вот совместные такие. Знаете, мы там никогда не делились на какие-то фракции, там гуманисты, там демократы. Мы были депутатами. И это очень хорошая обстановка. Вот Юрий Матвеевич Федоров это помнит. Вот здесь сидит у нас и председательство. Он это помнит. В Красноярхе мы уезжали, так он был там с нами. Кстати, хорошо, мы работали с полном и властью, несмотря на то, что, так сказать, у нас были свои там определенные разногласия, но мы работаем вместе. Поэтому обязательно надо работать вместе, конечно, с губернатором. Губернатор это основной поставщик законопроектов, который вносит в законодательное собрание. Поэтому мы должны плотно работать с его департаментами, замами, курирующими, комитеты. Замы должны приходить на комитеты, потому что, в общем-то, вот эта вот связь, она должна быть. И мы с вами утверждаем вообще структуру исполнительной власти. В общем-то, мы даем возможность губернатору работать. То есть мы сильные вороны власти. Мы должны его показывать, постоянно демонстрировать нашим избирателям, что все-таки власть, да, разделена, есть губернатор, но есть законодательное собрание в Владимирской области. Это очень сильный, мощный орган власти, который должен быть заметен. Работа счетной палаты вообще исчезла. Счетная палата, кто вспомнит фамилию председателя счетной палаты? Назовите мне, пожалуйста. Ну, я думаю, что это вы, еще тут кто-то вспомнит. Значит, счетная палата, орган, который создается депутатами законодательного собрания. Законодательного собрания. Значит, мы должны с нее спрашивать. Значит, я могу сказать ответственно, что в последнее время счетная палата тоже растворилась куда-то в небытие. Ни одной пресс-конференции, ни одного конкретного отчета, который мы могли бы видеть общественность и средства массовой информации, которые донесли бы. Ничего нет. Поэтому, мое мнение, что такой председатель, раз он не смог занять принципиально, законно я подчеркиваю, позицию, нам не нужно. Поэтому я буду наставить, если меня изберете, чтобы мы избрали нового председателя счетной палаты. Насчет борьбы с коррупцией. Кстати, законодательное собрание, на мой взгляд, совершенно не дало оценку последним коррупционным событиям, которые произошли в времена правления Славы Юлиной Орловой. Славы Юлиной Орловой, Хвостов, Мазанько, Ёршики Золотые, Губ Тепличный, Шляхов и так далее. Могу еще перечислять. Я спасибо, говорю, здесь находясь с проклятым органом, которые хорошо, в взгляд, поработали и сейчас продолжают работать в судах, доказывая свое, так сказать, ну то, что они там уже в ходе следствия нашли эти факты. Сейчас они в судах уже подтверждаются. Я надеюсь, будет справедливое решение, вынесли сюда всем этим людям, которые пришли на Владимирскую землю к нам. К сожалению, я хорошо отношусь к людям, которые приезжают к нам на Владимирскую землю и честные профессионалы здесь работают. Но вот эти люди, которые к нам приехали, фамилию я уже назвал, они приехали сюда и не работают. Благодаря этим людям, в кавычках, сегодня в этот коррупционный круг вошли главы муниципальных образований, крупнейшие строительные компании. Они сегодня дают показания в судах. Это что такое? И мы молчали, только, может быть, средства массовой информации не молчали, которые трубили, кричали, но нас обзывали там, не буду как называть там сейчас эту трибуну, но при этом депутатов не было слышно. Где комитет по законодательным позициям и борьбой с коррупцией, там есть такие у нас комитеты. Почему никого не было слышно, когда такие дела у нас возбуждают? Почему не давали оценку? Губернатору, в первую очередь, и его команде. Поэтому мы, я думаю, что если с вами будем вместе работать, мы будем именно давать оценку, и наш голос депутатов, председателей комитетов будет слышен. Работа с местным самоправлением. Сегодня стиль работы губернатора с главы местных образований, это мне точно известно, но просто был невыносим. И главы муниципальных образований тоже не могли защиты найти в губернаторном собрании. Я считаю, что мы должны защищать местное управление. Я считаю, что мы должны вернуть прямые выборы глав местного управления. Обязательно в этом созыве я буду ставить этот вопрос, я думаю, коллеги меня поддержат, чтобы мы все-таки людям доверяли. Почему не доверяем людям? Почему доверяем людям только в трех территориях? Мы доверяем людям в Муроме, мы доверяем в Коврове и, по-моему, в Усть-Крустане, насколько я. А в остальных, значит, почему не могут выбрать себе главу, например, города Владимир? Эта система двухступенчатой власти, она, на мой взгляд, не зарекомендовала себя положительно. Потому что вся власть переходит в сити-менеджеры, там, главе администрации, глава города вообще теряется. Вот кто Деев вспомнит? Ольгу Дееву, который глава города Владимир? Тоже не все знают. Потому что глава города сегодня – это просто декоративный такой человек, практически председатель городского совета. И поэтому надо назад войнуть в главе администрации, статус главы города, и пусть он направляет к своей территории. Я, по крайней мере, буду на этом наставить. Продолжение следует...